84 глава Куразуты посвящена Ангелу Суда, потому что начинается изложение конца мира и в конце мира мир будет осужден, поэтому снова обращается к образу Аббатура. Это краткая глава, которая говорит следующее, что Великий Ангел Суда, Великий Судья, он сидит на воздухе и его палатка, место где он сидит, находится под Великим Колесом Звезд. Он может простить того, кто покаялся, но нет у него дел с лжецом, который пришел к его ногам, чтобы умолять, и не простит он никого, у кого два ума. То есть таким образом категорически опять Манихайя нас предостерегает против манизма, то есть против того, чтобы иметь два ума. Считать, что вещи могут быть с одной стороны рассмотрены, как-то с другой стороны рассмотрены. Есть определенная четкая истина, она выражается в бинарных высказываниях, типа «это истина, а это ложно», или «это правильно, это неправильно» и так далее. И всякий, кто этого пытается избежать путем различных придуманных им концепций, то есть человек, у которого два ума, который придумывает, что есть какой-то вот Бог, похожий на человека, которого можно уговорить, или что все в мире неопределенное, всем правит там некая неопределенность непонятно какая, там атманы и так далее. Вот все эти люди, у которых два ума, они все будут неизбежно осуждаться на суде Абатура. Кроме того, никто от него не скроется, когда он исследует дела, которые каждый сделал, и заплатит он согласно тому, что они заслуживают. В то же время, если у человека есть хоть что-то доброе, то он может надеяться на то, что Абатур откроет это его доброе. То есть он будет действовать справедливо. Если есть что-то доброе, он это откроет, если есть что-то злое, он тоже откроет. Поэтому не надо скрывать ни своего зла, ни своего добра, все равно Ангел Суда это все равно откроет. Ну и естественно призывается внимательно следовать добру и не делать того, о чем мы будем сожалеть. Потому что есть добро, есть зло и есть суд за это, за все.